Здравствуйте! Компания Коденлен приветствует вас! Сегодня наш шубинар посвящен изменениям в упражненной системе налогообложения. Фему вы видите на экране. Хочу обратить ваше внимание на наши заставочки. Вы видите наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефон и адрес сайта. Если кто-то, например, не успел посмотреть полностью наш вебинар или оказалось на удобное время, то через некоторый промежуток времени мы выкладываем запись вебинара на нашем сайте. Его адрес, вот вы видите, снизу на ссылочке. И мы будем рады, если вы посетите наш сайт, потому что там много полезной информации, выложены и вебинары, и другие материалы. Ну и, естественно, если у вас возникли вопросы, мы будем рады ответить на них. Вы можете их задавать в любом удобном для вас формате. Лучше, конечно, это по электронной почте, потому что в этом случае у нас будет больше времени на ответ. Мы можем ответить уже адресно относительно вашей ситуации, то есть конкретно по вашим обстоятельствам. Ну и, естественно, мы будем рады любым контактам, будем рады оказать помощь и услуги самого широкого спектра обо всем, что касается программ 711. Продажи, внедрения, разработки, полностью весь спектр услуг. Везу сегодняшний вебинар для консультанта-аналитик Далина Гардышева. Ну, контакты вы тоже видите на экране. Программа нашей встречи сегодня выведена сейчас на экран. И я хочу пару слов сказать о том, как будет наша встреча сегодня построена. То есть нормативные материалы мы будем с вами смотреть по слайдам, поскольку сейчас с вами смотрим. И иногда будем переключаться, когда будут какие-то практически настройки, например, требоваться. Мы будем переключаться в демо-базу. Я сейчас переключусь на него. Это демо-база ERP258. Я обращаю ваше внимание именно на релиз. Если вы, например, запамятовали, какой у вас релиз и не смотрели, то проверить это нужно вот по такой ссылочке пиктограммы на верхней панели. Здесь мы выбираем о программе. И в этом случае у нас высвечивается информация о том, какой релиз у нас установлен, ну, соответственно, где она на вашей технике расположена. Ну, и вся остальная информация. Релиз платформы, релиз самой конфигурации. Для чего это нужно? Почему это важно? Немножко разные интерфейсы и разный функционал у конфигурации ERP версии 2.4, которая весной снята с поддержки, и конфигурация 2.5. То есть в 2.5 добавлено достаточно много доработок, функционала и немного другая компоновка этих разделов. Поэтому здесь это важно. А с учетом того, что в 2022 году у нас этих изменений столько, сколько было, ну, пожалуй, за предыдущие пять лет, так это точно, то, соответственно, обновления, которые сейчас уже есть в релизе 2.5, естественно, нужно учитывать уже вот в текущей обстановке в текущем моменте. Итак, возвращаемся снова к нашим слайдам и поговорим немножко. У нас сегодня встреча посвящена упрощенке и всем изменениям, которые у нас происходили в этом году и планируются на следующий год. Ну, немножко теории, переходим к следующему слайду. То есть вы, вероятнее всего, слышали, что Минусин у нас презентовал трехлетний план развития налоговой политики. Ну и как рекламная новость, как не типа, что налоги станет платить проще, переведем на русский лазейк меньше, полномочия налоговиков расширены. То есть в 22-м году изменений, которые уже начали действовать в эти годы, действуют, внесено 9. Причем это изменения достаточно кардинальные. Ну, во-первых, новые лимиты. Вы в табличке видите, какие сейчас действуют лимиты. Во-вторых, это, поскольку переходный период, то здесь и лимиты немного увеличены и, соответственно, налоговая ставка. Если вы по какому-то показателю превысили установленный лимит, то в этом случае вы не слетаете, как до этого с упрощенного режима, а до определенного момента платите поставки по повышенному. То есть 8% вместо 6%, если это у вас доходы, и 20% вместо 15%, если у вас доходы минус расходы. Переходный период, почему его так называют? Потому что наступает он, то есть фактически будут использоваться вот эти значения, которые вы видите в средний столбик, переходный период. Если вы превысите доходы до 219,2 миллионов, а сотрудников у вас будет не более 130 человек, то есть что вы превысили до 130 еще не добрались. В этом случае вы сможете использовать ставки переходного периода, не слетая на общий режим. Обратите внимание, что в этом случае, то есть если вы по какому-то из этих параметров превысили значение стандартное, то остаточная стоимость основных средств во внимание не принимается. То есть она 150 миллионов и 150 миллионов, если вы превысили, то вы в любом случае теряете право на упрощенку, независимо от того, какие данные у вас идут по доходам и по численности. Если остаточная стоимость основных средств больше 150 миллионов, то право на упрощенку вы потеряли. Во время переходного периода также немного изменены налоги. В принципе про это уже писали, писали давно, как бы с момента принятия, потому что это было анонсировано еще в конце прошлого года. Как считать налоги, если вы превысили лимиты по упрощенке? В этом случае вы считаете стандартные показатели лимитов по обычной ставке, то есть либо 6, либо 15%. Рассчитываем налоговую базу уже по измененным процентам и вычитаем из рассчитанной базы показатели, которые на стандартных лимитах были исчислены. То есть соответственно сложности в этом в принципе особых нет, но обратить внимание на это требуется. На самом деле по упрощенке в этом году, в 2022 году изменения опаснулись не только лимитов, сроков. В принципе вроде как новшества, но не настолько кардинально, потому что лимиты пересматривались у нас и так ежегодно. Из новшеств в этом случае у нас есть только повышение ставки. То есть в принципе достаточно неплохой неплохой фору для того, чтобы сохранить право на этот режим. По подаче заявлений в сроке уплаты налогов, обратите внимание, пишут очень много. Именно сроки уплаты налогов за 2021 год. Для организаций они переносятся вместо конца марта на 31 октября. Для и пистов с 30 апреля на 30 ноября этого года. Соответственно и авансовые платежи тоже сроки осуществления авансовых платежей у нас перенесены на 25 апреля на 30 ноября 2022 года. И при этом есть небольшая изюминка в том, что даже авансовый платеж, который перенесен, то есть то, что мы должны будем платить в ноябре месяце, мы должны будем уплатить не всю сумму сразу, а одну шестую. И начиная со следующего месяца после перенесения срока уплаты. То есть мы платим по одной шестой до момента полностью полного погашения суммы начисленных налогов или авансовых платежей. То есть в общем-то это с одной стороны очень хорошо, с другой стороны проверьте, пожалуйста, потому что перенос уплаты налогов за 21 год касается определенного контингента бизнеса. То есть по вашему АКВЭДу нужно проверить попадаете ли вы в список тех, для кого перенесен срок уплаты. Ну потому что это, собственно говоря, пострадавшие отрасли. И нужно проверить, чтобы вы не ошиблись и не заработали штрафом. Самое основное, пожалуй, новшество, которое и анонсировалось, и очень много было информации по этому поводу, которое коснулось упрощенки, это применение автоматической упрощенной системы налогообложения АУСН. На самом деле режим очень привлекательный. И привлекательный он в основном для микробизнеса, потому что у него установлены совершенно другие критерии. Ну, во-первых, лимит доходов установлен в 60 миллионов рублей и ограничена численность. Введен этот спецрежим с 1 июля этого года в четырех областях. То есть Москва, Московская, Калужская область и Сахарстан. Собственно говоря, это идет обкатка примерно так же, как налог на самозанятых. То есть в этих областях он был как пилотный проект. Точно так же и сейчас. То есть сейчас перешли на спецрежим предприятия, которые подавали заявление на применение упрощенки еще в марте и в апреле. Или вновь созданные предприятия могут перейти на этот спецрежим с момента своей регистрации, если они зарегистрированы в 2022 году. То есть точнее с 1 июля 2022 года. А остальные действующие компании и ЕПИСТы могут начать применение АУСН только со следующего года. То есть с 1 января 2023 года. Плюсов у этого режима достаточно много, как я уже говорила. Но еще нужно обязательно поговорить про ложку легких, которые при этом присутствуют. Самый большой плюс нового режима это в том, что не нужно сдавать декларации и какую-то другую отчетность. И большая-большая вишенка на торте для ЕПИСтов. То есть это не только освобождает от уплаты страховых взносов за работников, а еще ИПИ за себя не должно будет платить спецрежим. Ну и естественно в этом случае не будут применяться выездные налоговые проверки. Обращаю ваше внимание, именно выездные. Но ограничений у этого режима много. И, скажем так, то, о чем везде пишут, это мы тоже сегодня поговорим, ограничения, которые делают практически невозможным применение этого режима для большинства предприятий. Итак, на что нужно обратить внимание. Если вы хотите перейти на спецрежим АУСН или планируете с нового года перейти, если вы не успели или у вас не регистрировались новые юрлисты, то каким образом это можно сделать в программе ЕПИСтов. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию и, соответственно, посмотрим это делать, так сказать, в натуральную величину. Мы переходим. И то, что у меня было на слайде, я сейчас вам буду показывать в зон, так сказать, в формате. То есть для того, чтобы включить возможность использования этого режима, нам нужно перейти в раздел МСИ и администрирование. И если у вас, например, несколько юрлистов, то сделать для них новую учебную политику. Если одна, то, соответственно, вымениться уже со структурой настройки. Переходим мы в раздел МСИ и выбираем меню «Организация». В этом случае у нас открывается журнал с перечнем всех юридических лиц. Ну, у меня демо-версия, поэтому у меня, видите, есть и ИПИСы, есть и с обособленными подразделениями. Ну, посмотрим мы для примера промресурс организаций. И, соответственно, вот я перехожу, у меня уже она открыта на экране. Напомню, что в ИРП есть отличительная от бухгалтерии особенность, что если в бухгалтерии учетная политика задается для каждого юрлиста отдельно, то в ИРП мы можем одну и ту же настройку использовать для нескольких юридических лиц, то есть просто выбирая созданную настройку. Ну, во-первых, в этом случае мы должны будем с вами проверить настройки системы налогообложения. Через ссылочку «Изменить» мы заходим в этот режим и можем просмотреть, что у нас, например, была общая система, а мы будем применять с Нового года упрощенку. То есть, например, мы соблазнились АУ и СТ, но хотим туда перейти. Значит, когда мы перевыбираем систему налогообложения, соответственно, мы можем посмотреть историю предыдущую. Нет, мы будем пока сохранить, посмотрим. То есть вот те учетные политики, которые у нас были созданы раньше. И если, например, у меня два юрлица будут применять АУ и СН, или, например, одна будет применять АУ и СН, а другая будет применять обычную упрощенку, то здесь мы можем просто выбрать ту учетную политику, которая нам нужна для этого юрлица. Значит, если я выбираю упрощенку, то, соответственно, я задаю дату. Дата очень важна, потому что дата перехода на УС, соответственно, если мы выбираем автоматическую упрощенную систему, то это должно быть 1 января 2023 года. То есть я должна здесь буду установить 2023 год. И это параметры вашего уведомления. Соответственно, единый налог на измененный доход у нас уже отсутствует. То есть в ваших компаниях составлять никаких не будем. И если мы выставим вложок на то, что мы добываем полезные ископаемые, то есть являемся платящим налогом на добычу полезных ископаемых, у нас изменится в дальнейшем интерфейс, добавится дополнительный раздел. Соответственно, если мы переходим на упрощенку с 2023 года, на автоматическую, то в этом случае будут дополнительные настройки, будут дополнительные настройки, которые нужно будет обязательно заполнить. Естественно, политику финансового учета, сейчас мы снова по ссылочке туда перейдем, нам тоже нужно будет подкорректировать. и подкорректировать ее по поводу введенных в 2022 и в 2021 году новым нормативным актом, то есть новым стандартам бухгалтерского учета ФСБУ. Напомню, у нас было принято ФСБУ 5, ФСБУ 2019, ФСБУ 6 и 26, ФСБУ 14, то есть это учет нематериальных активов. Ну и, соответственно, были еще такие мелкие, незаметные новшества, типа прослеживаемых товаров. Естественно, незаметные новшества, это я утрирую, потому что всколыхнули эти новости достаточно сильно, и бухгалтерское, и коммерческое, так сказать, общество. И мы должны будем выбирать учетные политики. Применяем мы это, если применяем, то с какого момента. Стандарты международного учета МЦФО, в ERP, как вы знаете, это присутствует. Соответственно, выбираем, применяется или нет ФСБУ 6 и 14, то есть это учет нематериальных активов и внеоборотных средств и, соответственно, капитальные вложения, то есть правила учета и ФСБУ 26, это то, что включается в состав затрат при учете основных средств и так далее. Статьи мы тоже должны выбрать, ну, у меня чисто для примера выбрано, то есть у вас будет своя аналитика, вы должны будете выбирать, и учет аренды по ФСБУ 25-2018. Напомню, что и ФСБУ 19, и ФСБУ 6, и 26 обязательно к применению в этом году всеми организациями, поэтому, соответственно, здесь и выбор, то, собственно говоря, ну, как таково отсутствует, то есть мы должны будем выбрать вот эти позиции. И обратите внимание, учет дисконтированной предприторской задолженности по поставщикам. Если у вас это применяется, обязательно надо будет поставить в лазочках. Ну, после того, как мы подсмотрели, подкорректировали учетные политики финансового учета, учетные политики бухгалтера, у нас есть еще вот такая настройка учета по УСН. Тоже мы переходим в нее по ссылочке, и здесь мы уже выбираем, что с начала этого года мы применяем какую ставку налоговложения, то есть либо доходы, либо минус расходы. И здесь мы выбираем налоговую ставку. Вот мы специально сделали скрин вот с этой настройки. Сейчас я снова перейду в наши слайдики. И, соответственно, вот он этот скрин. Почему? Потому что, чтобы вы запомнили, куда, возможно, у кого-то зрительная память хорошая, куда мы должны перейти, то есть инцы и администрирование, настройки учета УСН и, соответственно, настройка конкретно налоговой ставки. Почему? Здесь есть ссылочка, снова вернемся в демобазу. То есть вот ссылочка, вопросительный знак. Это тематическая справка, коротенькая, что это такое. То есть, соответственно, если мы не превышаем установленные лимиты, то мы применяем основную налоговую ставку. То есть здесь дается подсказка, до какого лимита мы можем ее использовать и, соответственно, при каких показателях численности. Напомню, это был наш один из первых слайдиков. Снова вернемся к слайдам и посмотрим табличку, то есть до каких пределов мы можем работать на ставки 6 и 15. Если вы превысили, то есть вот переходный период, вот эти лимиты, то у вас начнет действовать ставка не 15%, а, соответственно, 8 и 20. Снова вернемся к нашим слайдикам. И пойдем дальше. После того, как вы перенастроили программу в разделе МЦИ администрирования учетной политики, соответственно, можно перейти к такому моменту. То есть где посмотреть, какая сейчас там фигурация и где посмотреть, что в ней изменилось. Есть вот такая ссылочка. Я вам выделила адрес сайта. Это официальный сайт 1С, версия 8. И, соответственно, здесь идет расшифровка по версиям. Можно по ссылочке читать, например, дальше посмотреть, какой у вас релиз, новый, не новый, и что изменилось в этих релизах по сравнению с тем, что у вас уже стоит. Потому что если у вас стоит старая версия, то учетную политику, ну, в общем-то, в некоторых моментах менять бесполезно, поскольку в этой версии это было еще не реализовано. Основные изменения по упрощенке, которые у нас начиная с 2022 года действуют, вы видите сейчас на экране. То есть мы с вами уже немножко про это поговорили. Сейчас более подробно. То есть у нас бланк декларации по упрощенке в 2022 году изменился. Соответственно, в 2022 году мы с вами отчитывали за прошлый год, за 2021 год. И в этом случае у нас уже была новая форма декларации по упрощенке. Обратите внимание на то, что достаточно много писалось, что отменяется декларация УСН доходы. То есть это было на обсуждении в Госдуме. законопроект на данный момент не принят в установленном порядке, хотя чтение и обсуждение в Государственной Думе по нему уже прошли. Но официально, как бы, официального документа об отмене такой декларации пока не было опубликовано. Лимиты мы с вами посмотрели и про них поговорили. И остался у нас срок подачи заявления при переходе на упрощенку. Поскольку в прошлом году, то есть в 2021, с 2021 на 2022 год, у нас выпадали праздничные дни на конец года, то есть 31 декабря у нас был выходной, в этом случае по общему правилу срок продлевается до следующего рабочего дня. И поэтому следующим рабочим днем у нас было 10 января 2022 года. То есть в прошлом году у нас с вами был срок перенесен согласно положениям налогового кодекса. В этом году у нас переноса не будет, и, соответственно, вы должны успеть со сроками, то есть не пропустить. Если вы пропустили срок, то использовать в следующем году, в 2023 году упрощенку вы уже не сможете. Ну и, наверное, из таких приятных изменений еще одно. Это был расширен перечень засходов по упрощенке. По упрощенке добавили затраты на обеспечение мер по технике безопасности. Опять же, это согласно российскому законодательству. То есть служба охраны труда должна на это обратить внимание. Задержание помещений, инвентаря. И, соответственно, если вы организуете себе здравпункт или комнату или кабинет над работником, то в этом случае затраты, которые вы с этим поднесете, у вас спокойно смогут войти в состав расходов. Поскольку это было связано с коронавирусной инфекцией. И, соответственно, на сооружение, изготовление, доставку и доведение до рабочего состояния медицинских изделий для диагностики коронавирусных инфекций. Ну и, соответственно, расходы на зарплату сотрудников, которые произошли в связи с объявлением нерабочих дней по коронавирусу. Теперь, что у нас еще интересного по налоговым ставкам. По новой системе, по системе автоматической упрощенной системе налогообложения, я уже говорила, мы можем выбирать точно так же два варианта доходы и доходы минус расходы. В этом случае у нас ставки будут выше, чем при обычной упрощенке. То есть у нас будет 8% 06% и 20% вместо 15%. Можем перейти мы с доходов на доходы минус расходы только с начала календарного года. Соответственно, налоговый орган мы уведомляем о переходе на автоматическую упрощенную систему налогообложения не позднее 31 декабря текущего года. Обратите внимание на расхождение. То есть если у вас вновь организованное предприятие или юридическое, или ИПС, то вы можете подать заявление на применение АОСН одновременно с заявлением на регистрацию предприятия. Если вы хотите перейти, то есть если вы не относитесь к пилотным проектам, которые начали применение АОСН с 1 июля этого года, то в этом случае вы должны подать заявление на применение АОСН не позднее 31 декабря текущего года. И вот теперь начинаются уже, скажем так, не вишенки на торте, а неприятные подробности, которые касаются этого режима. Во-первых, если вы рассчитываетесь, то есть если вы, например, ваше предприятие относится к розничной торговле, у вас наличный оборот, и вы выдаёте зарплату своим сотрудникам наличными, то в этом случае вы не сможете применять АОСН. Второй неприятный момент, что если вы с нового года будете применять единый налоговый платёж, то в этом случае вы тоже не сможете использовать АОСН. При этом единый налоговый платёж у нас обязателен для применения со следующего года на всеми компаниями. Размещать автоматическую упрощёнку с другими налоговыми режимами нельзя. То есть, например, если у вас раньше могла быть упрощёнка по какому-то виду деятельности, а по другим видам деятельности вы могли применять, например, патент или какую-то другую систему, то считать автоматическую упрощёнку, вот это, к сожалению, будет невозможным. Плюс, так сказать, уравновесить неприятные системы и то, что действительно облегчает жизнь, это то, что не нужно подавать налоговую декларацию. Но вот здесь опять начинаются небольшие ложечки дёпта. Не подавать вы можете декларацию, да, но при этом существует ряд ограничений, про которые мы сейчас с вами поговорим. Кроме того, что мы можем не подавать декларацию по упрощёнке, мы также не будем подавать на этом режиме расчёт по страховым взносам, расчёт по НДФЛ и 4 ФСС. То есть это вот те отчёты, от которых мы будем освобождены. При этом, соответственно, нужно помнить о том, что со следующего года у нас будет слияние пенсионного фонда и соцстраха, поэтому отчёты по этим данным уже сдавать будет не нужно в таком виде, как они существуют сейчас. Но, тем не менее, для автоматической упрощёнки это действительно освобождение от этих отчётов. Кто же в этом случае может применять упрощёнку? То есть автоматическая упрощёнка, как я уже говорила, она касается именно микропредприятий, потому что достаточно сильно отличаются лимиты. Годовой доход должен быть не более 60 миллионов и средняя численность за налоговый период 5 человек. Обратите внимание, что именно средняя численность, поскольку расчёт её идёт немножечко по-другому. Для применения автоматической системы необходимо открыть счёт в уполномоченном банку. То есть не во всех банках, которые у нас сейчас работают, можно его открыть, а только в тех, которые входят в регистр. Этот регистр размещается на сайте налоговой инспекции. Пока он ещё не доформирован. То есть информации о нём ещё нет, но туда вошли как бы все наши крупнейшие банки, СБЕР, ВТБ и так далее. То есть это не ограничивает вашу возможность увидеть открытые расчётные счета в других банках, но зарплату вы будете иметь возможность перечислять только через вот этот открытый счёт в уполномоченном банке. А вот теперь начинается перечень, так сказать, того, что нельзя. И, к сожалению, он ограничивает возможности применения этого режима. То есть первое ограничение – это не могут применять АОСМ и организации, которые платят единый налоговый платеж, который со следующего года обязательен для всех. А второе ограничение – это нельзя применять автоматическую упрощёнку, если вы платите зарплату или доход чужих лицам на личные. И следующий момент, который тоже затронет достаточно многих – если организация нанимает налоговых и нерезидентов или сотрудников на работы, которые дают право на доставь смысл. Ну, например, если это у вас вредное производство. В этом случае вы тоже не сможете использовать автоматическую упрощёнку. Как я уже говорила, если вы платите зарплату и другие доходы наличными, либо через банк, которого нет в специальном релекте. То есть либо наличными, либо через незарегистрированные в релекте банка. И дальше начинается самое интересное. Если вы выплачиваете доходы, которые облагаются НДФЛ, по стартам 9, 15 и 35 процентов. Соответственно, если у вас достаточно высокие зарплаты, тогда нарастающим итогом начисленная сумма превышает установленные минимумы, вы платите 15 процентов с суммой превышения. То есть, соответственно, тогда уже применять автоматическую упрощёнку вы не сможете. Ну и, соответственно, дивиденды или если у нас 35 процентов. Если выплачивается доход в натуральной форме или у вас возникает материальная выгода. То есть это практически все займы, что беспроцентные, что низкопроцентные. Но чаще всего такие займы фигурируют между афферированными лицами или каким-то топовым работником, например. Но, к сожалению, в этом случае вы можете выдать директору заём, но потеряете право использовать АОСМ, потому что у вас при выдаче заёма в связи с лицом будет возникать материальная выгода, ну и, соответственно, все дальнейшие последствия. Как будет происходить уплата налога? Если предприятия при автоматической упрощенке освобождаются от составления отчётности, то, соответственно, как платить налоги? Предполагается, что предприятия, которые применяют автоматическую упрощенку, должны в обязательном порядке либо использовать онлайн-ликации, либо, соответственно, заключив договор с банком, который в реестре перечислен, мы должны будем применять кодировку, то есть на доходы учитываемые и расходы учитываемые и неучитываемые, банк будет удавать самостоятельные сведения, и вы можете через личный кодунет добавлять доходы, которые, например, не прошли через банк. Ну, например, там, когда какие-то взаимозачёты произошли, ну, то есть, когда это не сопровождалось движением для нужных средств. В этом случае у вас банк учитывает доходы, которые получают, учитывают расходы, и подаёт средния в налоговую инспекцию. До 5-го числа месяца, который следующий за текущим, вы должны через личный кабинет добавить туда, соответственно, доходы, которые получили без применения банковских операций или кассовых. И после этого вы должны... Уважаемые коллеги, прошу прощения, вас очень слышно. И, соответственно, вы должны уведомить, послать уведомления налоговой инспекции о дополнительных каких-то изменениях, которые у вас были и не зафиксированы банковским банком. То есть, получается, что у вас добавляется дополнительно уведомление в налоговую инспекцию, перечень операций облагаемых и не облагаемых налогом. И, кроме этого, фактически преференции вы не получаете от сдачи отчётности. Ну, фактически у вас отменяется декларация, но добавляются дополнительные отчёты в налоговую инспекцию, которые, в общем-то, за вас посчитают налоговую базу. При этом вы должны будете применять в обязательном порядке единую налоговую платёж, напоминаю, которая лишает вас права применения упрощёнки. Ну и, собственно говоря, на этом преференции и заканчиваются. Для мелкого бизнеса, который там имеет один-два наёмных человек, это, конечно, удобно, потому что не надо держать бухгалтера, который будет бегать и сдавать отчётность. Не надо снисти расходы на программное обеспечение и так далее, всё сделает банк. Но если у вас бизнес немножко крупнее, то, соответственно, это уже ограничивает вашу возможность, во-первых, просто применять этот режим, а во-вторых, создаёт дополнительную нагрузку либо на собственника, либо на того, кто занимается документацией, потому что нужно уведомлять налоговую инспекцию, то есть в этом случае как бы платить налоговую инспекцию за исполнение обязанностей бухгалтера бывает не всегда выгодно. Переводятся сроки уплаты налогов, то есть несмотря на то, что если вы перешли на упрощёнку, вы, собственно говоря, посылаете налоговое уведомление о том, что вошло в состав, что не вошло в состав и дополнительных ваших операций, в этом случае налоговая присылает вам уведомление, в котором расписано начисление ваших налогов, что вы должны заплатить не позднее 25-25 следующего месяца, то есть единый срок уплаты налогов. Можно поменять объект налогообложения? Уважаемые коллеги, прошу прощения, отключите не трогано. Да, сделай, пожалуйста, принято подтвердить, да. Да, если не хотела бы ответить, я бы. Просто я слышу вас, но не слышу себя. Да, благодарю вас. Уплачивать налог тоже может банк, то есть вам в этом случае не требуется составлять платежное поручение, банк сам перечислить, то есть если вы уверены, что не было никаких ошибок у налоговой инспекции, что она все ваши расходы учла, ничего не пропустила, и, соответственно, вы можете дать поручение, что банк оплачивает за вас налоговые платежи. В этом случае вы спите спокойно, потому что знаете, что мы перепутали КБК, какие-то другие реквизиты. Бывает это удобно, но бывает, к сожалению, неудобно. И обратите внимание, что в этом случае вы можете выбрать для уплаты только один банк. Для уплаты налога можно выбрать только одну кредитную организацию. Сейчас вы видите на экране перечень, который касается доходов и расходов. То есть в каком случае у нас доходы признаются, и в каком случае у нас расходы признаются. То есть здесь нужно обратить внимание, я подержу этот слайд побольше, подольше на экране, чтобы вы смогли его прочитать. Значит, смысл, что доходы признаются, каковый метод, то есть поступление в денежных средств, то есть в этом случае и авансы входят, но также, как при обычной упрощенке, и авансы входят в состав доходов. И, соответственно, если вы применяете кассовые аппараты, то есть онлайн-кассу, в этом случае тоже факт поступления денег это признание ваших расходов. В этом случае, ну, вот сейчас идут дебаты, как будет оформляться доход, если вам требуется два чека на предоплату и на окончательную отгрузку. Ну, такие ситуации бывают, если, например, у вас предусмотрена какая-то предоплата, и оставшаяся оплата, часть оплаты предусмотрена в какой-то отстрочке после отгрузки. А вот с расходами у нас здесь немножко другая ситуация. То есть расходы, которые вы производите, например, в наличной форме, необходимо провести через онлайн-кассу. То есть требуется оформить кассовый чек с признаком расчета расход. Иначе у вас не примут налоговики такой расход. Сейчас такие чеки в основном делаются, если мы покупаем что-то у физического лица. То есть если наш поставщик, например, самозанятый, и приобретаем мы у него какие-то товары для перепродажи. Вот здесь стоит посмотреть письмо Минфина от прошлого года, сентябрь прошлого года, то есть ровно год назад было выпущено. Там есть достаточно подробный комментарий. А вот теперь я хочу еще раз вернуться к тому, что мы можем посмотреть номер релиза и где реализовано уже с учетом новых требований по АОСН и новых требований, которые касаются и новых ФСБУ, и собственно вот тех других изменений, про которые мы с вами говорили, и про совеяние фондов. В каких релизах и каких конфигураций есть уже выполнены эти изменения. То есть в ERP 2.5, то, что я вам говорила изначально, с начала нашей встречи, такие изменения уже реализованы. И реализованы они начиная с релиза, который вышел в июне. То есть 2.2.1. Управление холдингом, соответственно, тоже. То есть практически у нас лето было посвящено, так сказать, выходу новых ключевых релизов, которые содержат изменения по всем вот этим новшествам. То есть в июне было это реализовано в бухгалтерии, бухгалтерии Корп, соответственно, в ERP, ну как вы видите, комплексная автоматизация управления торговлей. Ну вот что-то было принято в седьмом месяце, то есть в июле, это в управлении холдингом. Ну то есть практически на данный момент, конец сентября, в основных конфигурациях 1С все киновства уже применены, реализованы. И, собственно, задача бухгалтеров только проверить и обновить. Вот здесь обратите внимание, потому что обновление, если вызывает какие-то сложности, то лучше, конечно, чтобы это делали либо ваши специалисты, если ваше предприятие обладает такими ресурсами, либо обращайтесь, мы будем очень рады вам с этим помочь, и, соответственно, чтобы специалисты, которые занимаются программой 11, помогли вам с обновлениями. А теперь что у нас по отчетностям. Мы с вами уже поговорили, что по отчетности у нас изменения коснулись декларации за прошлый год, который мы сдавали в этом году. Ну и, соответственно, ну, собственно, кардинальных изменений в самой декларации не было. Там были введены две странички для отражения повышенных ставок. На что еще нужно посмотреть, это на то, что были добавлены для этих повышенных ставок новые коды. То есть новые коды должны быть отражены в декларации и, соответственно, если вы попали по положениям переходного периода, что вы вынуждены будете применять повышенные ставки, то вот эти двористы как раз вас и касаются. Теперь хотел бы еще на прощание, так сказать, остановиться на одном неприятном моменте, потому что вступили в прошлом году в действие нормативные документы, которые расширяют полномочия налоговых органов и при этом налоговые органы, к сожалению, могут эти полномочия использовать неоперативно, если можно так выразиться. То есть были приняты критерии, которые позволяют налоговикам признать вашу отчетность не сданным. То есть вы в срок составили декларацию, отправили ее, например, не в последний день сдачи. И все, как бы спите спокойно, потому что на ответ из налоговых органов пришел, что декларация принята в работу и, возможно, даже уже принято. Но на этом работа налоговых органов не закончена и они имеют права провести камеральную проверку. Если во время камеральной проверки выявились какие-то из перечисленных факторов, то, соответственно, налоговый орган должен в определенный срок направить вам уведомления о том, что ваша декларация не принята и так далее дальше по сценарию. Сложность это в чем? Вы должны в определенный срок в течение 10 дней ответить на это обращение или прислать уточненку или пояснение, то есть каким-то образом прореагировать. Но опасность такого расширения полномочий в том, что четко прописан срок проведения камеральной проверки, то есть сколько она должна длиться, но через сколько если в течение камералки выявлены вот такие факторы, что в течение какого срока после выявления они обязаны вас уведомить, но не прописан срок, в течение которого после принятия налоговой отчетности налоговые органы должны провести камеральную проверку. То есть они могут вашу отчетность прокамералить и через неделю, и через месяц, и через какой-то другой прорывальный срок. То есть вы не можете знать, когда будет происходить проверка вашей камеральной отчетности. И получается, что организация должна практически находиться в состоянии низкого старта, чтобы не проворонить уведомления от налоговых органов и соответственно среагировать в срок. Здесь очень интересный момент, что практически вот эти перечисленные случаи на самом деле встречаются достаточно часто. Например, подписано неуполномоченным лицом. Например, предприятие оформило электронную цифровую подпись квалифицированную, которая сейчас оформляется только через налоговые органы на директора. А официально, например, директор в отпуске или там ну мало ли как отсутствует и вместо него подписывает например главный бухгалтер или коммерческий директор или финансовый директор. А его подписи о том, что он имеет право подписывать от имени директора в налоговый незарегистрированном. В этом случае вы попадаете под первое нарушение, которое в первом пункте. Если представлено и подписано дисквалифицированным физическим лицом и на момент подписания его дисквалификация еще была действительна. Ну в этом случае все-таки попроще, потому что такая ситуация встречается не часто, но все равно встречается. То есть до сдачи отчетности желательно проверить и организацию, и ее партнеров, и физических лиц на предмет соответствия их данных, которые у вас есть, тем данным, которые размещены в официальном доступе. Ну соответственно, если налоговая информация подписана умершим лицом, то есть в ЗАГСе есть уведомление о смерти, это понятно тоже как бы достаточно нечасто встречающаяся ситуация. А вот следующее, то что если отчетность представлена физическим лицом, в отношении которого в едином государственном реестре юридических в игре внесена запись о прекращении существования юридического лица реорганизации ликвидации и так далее. То есть если, например, у вас подписывается какая-то компания, которая уже из госрегестра исключена, то есть естественно это опять же упирается в то, что надо проверять сведения о контрагинке до того, как вы составляете или подписываете отчетность. Еще один достаточно часто встречающийся показатель, по которому могут признать отчетность непредоставленной, это если игре, когда вы заказываете справку игре, вы видите там запись о том, что данные о руководителе то есть например директоре, генеральном директоре и так далее, недостоверны. Вот это на самом деле достаточно часто встречающаяся ситуация, наверное первое место среди всех это занимает по чистоте, потому что связано с элементарной где-то забывчивостью, а где-то может быть неинформированностью, то есть например человек по возрасту поменял папор, то есть например он достиг возраста замены паспорта или вышел замуж, женился изменил фамилию. В этом случае получается, что он получил новый паспорт соответственно с измененными данными, а в налоговую эти изменения не подали. То есть раньше было ну и пусть с ним, ну не так страшно, а сейчас фактически поскольку эта информация находится в открытом доступе и у налоговиков, и у фондов, ну короче у всех цискальных органов, то соответственно сразу возникает именно такая ситуация, что данные об ответственном лице, которое имеет право представлять общество бездоверенности, недостоверны, то есть при регистрации были одни паспортные данные, начат сказали другие. Каким образом можно проверить сведения о юрлицах и фезлицах? Ну естественно это в первую очередь мы запрашиваем справку в юрю. Сейчас мы с вами снова перейдем в демо-базу. Так это мы закрываем, это нам сейчас пока нужно. И значит у нас в разделе МСИ и администрирование мы можем запросить выпишки в югрю, в югрик и так далее. Это один вариант. Следующий момент мы можем через МСИ но это также повторяется дублирую все такой механизм он в регламентированном учете выведен. Ну допустим мы посмотрим у нас здесь есть раздел 1С отчетных то есть есть две так сказать 1С отчетности одна это доработка когда вы напрямую контактируете с налоговыми органами и с конфигурацией то есть минуя оператора связи например ПКС ВИС астрал отчетности и так далее. и второй это подраздел в котором перечислены возможности то есть функции мы можем зайти в личные кабинеты и в этот же интерфейс мы попадаем через раздел регламентированного учета подраздел прошу прощения я опять слышу вас взросе чем себя то есть это не только сдача отчетности 1С отчетность но и работа с блоком и обратите внимание уведомления письма и так далее то есть то что мы смотрели в интерфейсе подраздел мы можем видеть и вот отсюда что очень удобно здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что то есть понятно что выпуски мы можем получить отсюда сверх налоговыми органами и так далее мы можем перейти в раздел личный кабинет на фоне того что сейчас очень многое изменилось то есть например с этого года больничные только в электронном виде выпускаются и так далее то личный кабинет это очень актуальная вещь то есть перейти в личный кабинет мы можем прямо из программы не сбрасывая открытых окон с которыми мы работали и можем перейти как на кабинет налогоплательщика юрлиста так и налогоплательщика фидлиста то есть ИП и кроме этого в личный кабинет то есть видите можно перейти и через запись госуслуг и через ваш ключик который который вы например налоговый оформляли ну то есть вот разными способами и там соответственно вести переписку и все такое это мы пока закроем обратите внимание на ФСС по ФСС зарегистрировано два раздела работы то есть личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности и для работы с личным кабинетом где можно обслеживать например принятые или не принятые там больничные листы переписка предоставление документов например подтверждающих там рождение ребенка или других случаев когда назначаются пособия субсидии ну то есть разные варианты и обратите на внимание на личный кабинет статистики поскольку статистика с этого года имеет право применять санкции то есть штрафные санкции и эти штрафы достаточно высокие то есть порядка 70 тысяч рублей за нарушение сроков или не сдачу отчетности то очень просто опять же зарегистрировать в квартал личный кабинет освеживать состояние того какая отчетность назначена вашему предприятию может вы попали в выборку по какой-то отчетности и соответственно сдавать эту отчетность из самой конфигурации ERP но к сожалению дружится надолго сказать мне вам еще то чего хочется поэтому ждать мы не будем я переключу сейчас снова на нашу домобазу то есть для некоторых личных кабинетов например ХСС возможно в вашем регионе потребуется отдельное заявление в фонд страха возможно нет есть у кого как работает ну и соответственно если вы вынуждены проверять своего контрагента ну фактически сейчас это уже как бы повседневная практика то в 1С существуют дополнительные доработки которые позволяют это делать то есть есть проверка контрагента это дополнительная доработка которая доступна для пользователей которые подписаны на ЭТС проф в этом случае она будет бесплатна для тех у кого подписка ЭТС техно за этот дополнительный сервис нужно платить но платить сумма достаточно лояльная то есть там порядка 4800 рублей за год примерно так же кроме проверки контрагента через дополнительные сервисы 1С можно использовать и внешние ресурсы есть два собственно на которых очень удобно размещена информация значит я переключусь на интернет есть российский сайт за честный бизнес то есть видите я показываю вам как он адрес на строках звучит и практически в этом на этом сайте собрано сведения о зарегистрированных юрлицах о руководителях о видах деятельности ну то есть полностью собранная информация и этот сайт бесплатный у него есть платный блок премиум доступа но скажем так там просто более подробная информация про отчетности и так далее то есть видите здесь достаточно ввести ИН или какие-то другие параметры и вы получите сведения которые в принципе позволят вам отбиться от претензии налоговых органов о том что вы не провели должную осмотрительность сейчас вместо должной осмотрительности применять термин коммерческая осмотрительность но тем не менее смысл остается один то есть вам надо показать налоговым органам что вы стояли на страже правопорядка и ни шагу влево не делали от положенных разрешенных так сказать действий вы можете перейти и соответственно получить полную информацию о всех действиях вашего контрагента включая террористов экстремистов и иноагентов то есть напоминаю что сейчас этому уделяется очень большое внимание и соответственно чтобы не попасть в этом случае если например вы попали в блокировку выставил банк то вот от банковской блокировки отбит так сказать гораздо важнее чем от налоговой налоговой достаточно предоставить требуемые документы обычно это либо отчет либо заплатить налоги все хорошо блокировку снимут а вот если вам блокировку выставил банк в этом случае вы попали во все черные списки и выйти из них гораздо сложнее сейчас мы снова вернемся в наш к нашим слайдам и я хочу вернуться на первый листик на нашу титульную заставку и напомнить вам наши реквизиты то есть соответственно электронная почта телефон адрес сайта и на этом в общем-то наша сегодняшняя встреча закончена мы благодарим вас за время за внимание которое вы нам уделили надеемся на дальнейшее сотрудничество и что мы сможем в дальнейшем с вами оперативно решать проблемы выполнять задачи которые вы поставите в общем мы будем рады контактам мы будем рады вашим обращениям на этом разрешите с вами попрощаться компания Кодерлайн желает вам хорошего дня успешного бизнеса спасибо за внимание всего доброго спасибо